В Калуге открылась выставка Хлуднева «Прошлое – настоящее». На ней собрали экспонаты калужских мастеров, а также из фонда, музея, заповедника и частных коллекций. Желающие могут познакомиться с игрушками, которым уже почти 40 лет, а также увидеть изделия начинающих мастеров. Аделия Бакирова попробовала провести свою линию между прошлым и настоящим Хлудневской игрушки. Глиняные и расписные, они притягивают к себе с первых секунд. Хлудневские игрушки давно стали визитной карточкой Калужской области. Появился промысел деревни Хлуднево, Думенческого района, отсюда и название. Местные мастера лепили из глины фигурки и посуду и с успехом продавали их на рынках. Лепили Хлудневскую игрушку до середины 50-х годов. Ее активно продавали на рынках Жиздры и Сухиничей. Но со временем в колхозах ввели денежную оплату. И работать на ферме и в полях стало гораздо выгоднее. Однако девушки продолжали лепить глиняные игрушки. И спустя 20 лет, после участия во всесоюзных выставках и публикациях в центральной прессе, о Хлудневской игрушке узнала вся страна. Сегодня многие мастера продолжают традиции своих бабушек и дедушек. Татьяна Полубинская почти четверть века лепит из глины разные фигурки. Начинала с Хлудневской. Несколько ее изделий есть на выставке. Эта барыня у нас вышла на праздник. То есть у нее праздничный костюм. И в одной руке у нее цветы. Это характерные цветы для игрушки. И ребеночка она держит. Лепили, что видели вокруг. Поэтому сюжеты игрушек взяты из жизни. Есть и посуда. Например, двойные горшочки. Один для супа, другой для каши. Кувшины и пиалки. На выставке работы, которым уже почти 40 лет. Есть и совсем молодые экспонаты. Многие из них привезли из знаменитого Хлуднева. Хлуднева – это уникальный родник рукотворного мастерства. Вот этот родник донес до наших дней, в наш 21 век, вот изделия народных мастеров. И дай Бог, чтобы этот родник не сяк, а поил наш новый живительный благо. Хлудневская игрушка – это своеобразная история региона, которой уже почти два столетия. Не забывать ее помогают современные мастера. Они делятся своим опытом с молодыми. А чтобы лучше узнать о глиняных фигурках, прославивших Калужскую область, можно прийти в палату Коробовых. Здесь экспозиция будет работать еще полтора месяца. Аделя Бакирова, Александр Серов. Вести Калуга.